Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Из творения святителя Иоанна Златоуста, толкование на первое послание к исцелоникийцам. Друг вожделения самого света, я говорю о друге искренне, и не дивись этому. В самом деле, лучше для нас, чтобы солнце померкло, чем лишиться друзей. Лучше проводить жизнь во тьме, нежели жить без друзей. И я скажу, почему это. Многие, взирающие на солнце, находятся во тьме, а богатые друзьями никогда не бывают скорбны. Я говорю о друзьях духовных, ничего не предпочитающих дружбе. Таков был Павел, который, охотно отдавая друзьям свою душу, хотя они и не просили его о том, охотно бросился бы за них гиену. Так надо налюбить пламенной любовью. Я хочу представить пример дружбы. Друзья дороже отцов и сыновей. Друзья во Христе. Не говорим ни о друзьях нынешних, потому что вместе со многим другим утрачено ныне и это благо. Но вспомни, что при апостолах, не говорю о первостоятелях, а о самих даже веровавших, у всех, как сказано, была одна душа и одно сердце. Тогда не было моего и твоего. Вот дружба. Когда кто не почитает своего своим, но принадлежащим ближнему, а собственность ближнего считает чуждой для себя. Когда один так бережет жизнь другого, как свою собственную, а тот платит ему взаимно таким же расположением. Но где же, скажут, можно теперь отыскать такого друга? Именно. И где нельзя. Потому что мы не хотим быть такими. А если бы захотели, было бы даже очень можно. Если бы это было в самом деле невозможно, то Христос не заповедал бы этого и не говорил бы так много о любви. Великое дело дружба. И в какой мере велико, этого никто не может понять, этого не выразить, даже никакое слово. Кто узнает, разве кто узнает по своему опыту? Непонимание ее произвело ереси. Оно заставляет еленов доселе еще оставаться еленами. Любящий не желает ни повелевать, ни начальствовать, но рад лучше сам находиться под начальством и принимать приказания. Он желает лучше благодетельствовать, нежели принимать благодеяние. Потому что он любит и, следовательно, всегда находится в состоянии человека, как бы не удовлетворившего своему желанию. Он не столько радуется, принимая благодеяние, сколько делая благодеяние. Потому что желает лучше обязать другого, нежели быть обязанным ему. Лучше же сказать, хочет и быть обязанным ему, и его иметь своим должником. Он и хочет благодетельствовать, и не хочет показать, что благодетельствует, но представляет себя как бы должником другого. Думаю, что многие из вас, может быть, не понимают сказанного, поэтому считаю необходимым опять повторить тоже. Он хочет и начать благодеяние, и не казаться начинающим, а только как бы платящим за одолжение. Так и Бог поступил с людьми. Он восхотел даровать за нас Сына Своего, однако, чтобы не показать, что единственно по благодати дарить Его, но как бы отдает нам долг. Он повелел Аврааму дать себе своего Сына, чтобы казалось, что Он, делая нечто великое, ничего не делает великого. Когда нет дружбы, то мы ставим в укор другим наши благодеяния, превозносим их даже при всей их незначительности. А когда есть дружба, мы скрываем их, и великие хотим выдать за малые, чтобы не показать, что друг у нас в долгу, но что мы сами одолжены Ему тем, что Он позволил нам одолжить Его. Знаю, что многие не понимают того, о чем я говорю. Причина этого в том, что я говорю о такой вещи, которая имеет место теперь только на небе. если бы я стал говорить о каком-нибудь растении, прозябающем в Индии, которого никто здесь не знает по опыту, то сколько бы я ни говорил, слово было бы не в состоянии вполне изобразить его. Так и в настоящем случае. Сколько я не стану говорить, буду говорить напрасно, потому что никто не в состоянии будет понять. На небе насаждено это растение. Ветви его отягчены не жемчугом, но плодом гораздо приятнейшим, жизнью добродетельную. Какое хочешь, представь себе удовольствие, низкое ли, благородное ли, сладость дружбы будет выше всех их. Укажи даже на сладость меда, но и мед делается приторным, а друг никогда, пока остается другом. Напротив, любовь к нему более и более возрастает. Между тем, проистекающее из нее удовольствие никогда не производит пресыщения. Друг милее этой временной жизни. Потому-то многие по кончине друзей не желали более жить. С другом иной с удовольствием может жить и в ссылке, а без друга и дома жить не захотел бы. С другом и бедность не тяжела, а без него в тягость и здоровье, и богатство. Имеющий друга имеет другого себя. Жалею, что не могу объяснить этого примером, так как сознаю, что все сказанное будет гораздо менее того, что следовало бы сказать. Вот что значит дружба для этой жизни. А у Бога уготована ей такая великая награда, что и выразить нельзя. Он дает нам награду для того, чтобы мы любили друг друга. люби, говорит, и прими за это награду. Между тем, как мы за это должны бы воздавать награду. Молись, говорит, и получи за это награду. Тогда, как мы должны бы принести воздаяние, потому что мы просим у него благ. За то, что просишь, говорит, получи награду. Пастись и получи награду. Будь добродетелен и получи награду, хотя ты сам должен бы вознаградить. Истинно, как отцы, когда сделают своих детей благонравными, дают им тогда награды, потому что считают себя должниками за то, что дети доставили им удовольствие. Так и Бог. Получи, говорит, награду, если ты добродетелен, потому что ты радуешь Отца. И я должен тебя за это наградить. А если ты зол, нет тебе ничего, потому что ты оскорбляешь родившего тебя. Не будем же оскорблять Бога, но постараемся радовать Его, чтобы сподобиться Царства Небесного во Христе Иисусе, Господе нашим, с Которым Отцу со Святым Духом, слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Сон 11, страница 490-492. Спаси, Господи, сохрани путешествующего Патерей и Акима, добра, друг, хранителя сопутствует ему. Боже, будь милостив и к нам, грешник, сотворивший нас, Господи, помилуй нас, без числа мы согрешили, Господи, прости нас, грешник, помилуй и благослови.